Приветствую вас, друзья, сердечно. Слушайте, вот есть люди, которые сразу понимают, о чём я говорю, потому что они вдумчивые. Они любят задать вопросы, потому что у меня даже есть метафора такая, что только великие – это те, которые почемучки. Потому что они всё время думают, они всё время сомневаются, правы они или нет, задают вопросы. А есть люди, которые сразу рубят с плеча, не задумываются, потому что у них просто времени нет, глубоко не думают. Вот, например, очень часто повторяется вопрос у меня о нулевом состоянии и о том, что кроме нулевого состояния, через которое происходит переключение агрегатных состояний режимов работы мозга, есть ещё четыре агрегатных состояния, кроме нуля, через которое они переключаются. Четыре – это транс, это бодрствование, в котором мы сейчас находимся, это состояние сна и сна со сновидениями. Они все переключаются через нулевое состояние. Я даже для того, чтобы было доступно это понять, придумал такой образ и написал это уже много лет назад о том, что мозг работает как автоматическая или ручная коробка передачи в автомобиле. Через нейтральное состояние происходит переключение. Но очень много людей, которые новички, они, которые просто читают, например, нулевое состояние и транс, и начинают заявлять, что всё есть транс, или всё есть нулевое состояние. Но это всё равно, что сказать, что всё есть Бог, или всё есть ничто. Это сказать, что всё есть я, который вижу всё это, допустим, да. Вот это сейчас модно квантовые переходы, там триггерные переходы, общение с ноосферой. За всеми этими словами ведь есть какие-то понятия. Чтобы понять, что там сказано, надо задавать вопросы. Я поэтому и говорю, что только почемушки становятся великими. Друзья, ноль, ноль. Это состояние, еще раз повторюсь, через которое происходит переключение агрегатных состояний. Агрегатные состояния работы мозга. Ну, как вот есть агрегатные состояния, например, вода, пар, лед и так далее. То же самое есть, например, весна, осень, зима, лето. Это агрегатные состояния. Ну, вот летом тоже дождь может пойти, но это не значит, что это осень. То же самое, когда человек не понимает, что такое нолевое состояние. Он вот вдруг мне пишет, ну это же транс, причем тут ноль, какой ноль? Слушайте, я психофизиолог, я изучаю работу мозга с разных сторон. Я как раз и тот человек. Мое мироощущение, как мир устроен, как мозг устроен, помогло мне в Беслане выводить людей из острого стресса и шока. И в Каспийске, и в Кизляре, и в Минводах. Ну, в общем, короче, и готовить людей на войну. И после войны им помогать восстанавливаться. Давно еще, давно. И спецназ готовить, и готовить Марс-500. Именно с моим мировоззрением, за плечами которого есть опыт. И столько лет работы. Психотерапевтом, психологом, рефлексотерапевтом. Я гипнозом занимался много лет, изучал, как работает мозг, как окно в мир этот внутренних процессов. И вдруг появляется девочка или мальчик, которые ничего этого не делали в жизни. И тоже начинают категорически заявлять, что ноль – это транс. Ну, интересно, да. Это интересно. Я вам хочу сказать, что ноль – это не транс. Ноль – это состояние, когда, ну, вот сейчас это называют модным словом, дефолт работы мозга. Ну, еще есть. Вот там, когда человек находится, например, я примеры привожу простые, чтобы было доступно. Девочка сидит на уроке, задумалась, уставшая, не выспавшаяся, в окно загляделась. Моисти текут, как облака, ничего внутри не трогают. Вдруг учительница подходит, хлопья, линейка по затылке Петрова, а ты где? Она – а, и очнулась. Вот она была в нулевом состоянии, когда мысли не сопровождались эмоциями. В этот момент функционально, образно говоря, две половины мозга как бы разведены, как мосты, а потом снова соединились, но уже в неком направлении. Можно там, например, восстанавливаться. Можно, например, перейти в поточное мышление. То есть из дискретного состояния, когда мы все рубим на части, перейти на волну. Как фотон. Он одновременно является и частицей, и волной. Но многие не понимают этого, не задумываются, не задают вопросы, а спорят. Поэтому я всех этих спорщиков приглашаю нашу школу «Человек будущего», «Хомофатура», школу человечности, чтобы вопросы задавали. Чем больше вопросов, тем больше ответов. Потому что у меня же за плечами стоит этот опыт, а у них нет. Ну так вот, друзья. Нулевое состояние, мы об этом будем говорить несколько раз еще, я буду приводить разные примеры. Это состояние между сном и бодрствованием, между сном и сном со сновидением. Это промежуточное переходное состояние между четырьмя агрегатными состояниями. Бодрствование, сон, транс, да, и сон со сновидением. Между ними это ноль стоит. Если его, вот это мгновенное переключение, если его задержать во времени, то это и будет нирвана. Это и есть состояние глубокой душевной безмятежности, когда о чем бы вы ни думали, ничего кто-то не трогает, а потом вдруг вспомнили, что сейчас надо на работу идти, и включились. Вот до момента, пока вы включились, вы были в нуле. Ну это состояние, если к себе прислушаться внимательно, в этот момент как бы нет внутреннего диалога. Я вам потом еще раз расскажу, откуда берется внутренний диалог. Не надо его уничтожать, не надо с ним бороться. Это просто повышенное нервно-психическое напряжение. Ну как пульс, например, как биение в сердце, как давление, например, когда оно в константах гомеостатического баланса. Мы его не слышим, этот свой пульс. А когда напряжение высокое, стучит. То же самое внутренний диалог, это проекция социума у нас в голове. Как же он может быть вреден? Мы всегда там с кем-то мысленно общаемся. Ну когда у нас нервно-психическое напряжение высокое, мы его начинаем слышать. А у психических больных даже как голоса звучат. Это все надо понимать. А чтобы понимать, надо все-таки задавать вопросы. Себе задавать вопросы. Кому-то задавать вопросы. Как можно без вопросов жить? Как можно сразу реагировать, тут же критиковать, не понимая еще о чем речь идет. Есть разница между нулем и трансом. Есть. Транс это когда каждый следующий момент, одна доминанта в голове. А ноль, когда вообще доминанта нет. Ну короче говоря, я вам расскажу еще несколько раз про это с разных сторон. Задавайте вопросы, пишите в комментах. Да, и хочу еще сказать, сколько у нас прекрасных людей в нашей школе, человек будущего, хомо-футурус. Да, наша школа самая лучшая в мире. Потому что я всегда отвечаю на вопросы. И у нас очень много людей, которые пишут комменты, отвечают на вопросы, помогают друг другу. Это школа человечности. Помогают друг другу понимать, о чем идет речь. Поэтому, друзья, спасибо вам за наши встречи. Скоро я буду проводить ликбез, а потом я буду проводить вебинар о том, как помочь детям с заиканием, о том, как помочь детям-аутистам, их родителям, как помочь. Потому что это такая ноша у них на плечах и у них в сердце, когда они все время привязаны к этим детям. Так вот, мы проведем. Я объявлю завтра, когда у нас ликбез. Пожалуйста, передавайте друг другу о том, чтобы они были внимательнее. Потому что очень много людей сейчас нуждаются в психологической поддержке и помощи. И, конечно, потом будет вебинар, а потом будет... О, знаете, что будет потом. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...